Капитализм 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 Спаси Господи, помоги тупому устроиться Но вот именно эти люди, прошедшие эту систему СГПТУ Они сейчас умеют все Их можно назвать профессионалами Не раз поднимал этот вопрос в своих роликах Почему существовали профессиональные технические училища? Ну, во-первых, было масса, масса была заводов и фабрик Заводы и фабрики готовили себе достойную замену подрастающего поколения Передавали свой опыт, доработанный годами Опыт в руководстве, опыт в знании производства и так далее и тому подобное, технологии Так вот, для передачи опыта нужно подготовить было молодое поколение Отсюда существовали ведомственные То есть был завод, при заводе было училище ПТУ Завод это училище содержал Завод выделял мастеров для обучения профессии Завод обеспечивал учебными пособиями Все завод На балансе завода это было Но завод и получал специалистов потом себе на производство И вот эти специалисты росли согласно своему опыту При этих же заводах были техникумы и институты Полностью отрабатывалась технология производства Полностью передавались эти знания из поколения в поколение Воспитывались профессионалы А что сейчас? 87 тысяч заводов и фабрик по стране 87 тысяч уничтожено Откуда, простите, возьмутся профессиональные технические училища? Кто их будет содержать? Они не окупаются Если есть профессиональные технические училища То они сейчас готовят белых воротничков По курсу менеджмент И торговля Кому это нахрен надо Профессионально технические училища Учат торгашей Само название технических училищ Ну конечно они уже переименовались сейчас Колледж От слова кол Система уничтожает сама себя Конечно у руля вот этого вот уничтожения системы Были такие кадры Как Чубайс Были такие кадры как Как бывший министр обороны Сердюков Который полностью развалил армию Уничтожил военные училища И так далее и тому подобное Где все эти махинаторы сейчас В бегах Скажите пожалуйста А они несут какую-то ответственность А вообще как может убежать человек Носитель Секретных сведений В государстве Бегут министры Бегут замминистры Кто-нибудь их привлекает Хоть к какой-нибудь ответственности Я не слышал Чтобы они несли хоть какую-то ответственность Чтобы их опять экстрадировали в Россию Здесь судили и сажали Я не видел этого А что получается Вообще есть служба безопасности в государстве Я спрашиваю сейчас это Служба безопасности Внутренней, внешней разведке Безопасности в государстве есть? Что такое государство? Что такое родина? Вот родина Вот родина Вот это вот Вот это родина Видите? Это дороги Это бескрайние поля Это люди Это наши недра Это наши леса Вот это родина А что такое государство? А государство Это политическая система Которая управляет Вот этим нашим всем И до чего мы доуправлялись Мы уничтожаем свою родину Так извините Родина Мать Мать Кто-нибудь поднимет руку на мать? Скажите А вот те, кто поднимают руку на мать Они кто? Кто они? Камера на полосу Как может потребитель Угадавший ЕГЭ Управлять сложным автомобилем Коммерческим? Как? Да никак Блогеры Которые сейчас Ошуствляют рекламную деятельность В пользу Каких-либо Предприятий Которые Ну все вы знаете Да? Москвич Впереди камера на разметку Легковой автомобиль Москвич Просто переклеивается Этикеточка С китайского автомобиля Мы выпускаем Это называется Слушайте Вы не выпускаете Вы очковтерательством занимаетесь И Протекционизмом Производителей Которые находятся где-то за рубежом До этого вы Собирали здесь какие-то иномарки У нас в России Под отвертку Возьмите КамАЗ Чем сейчас Чем сейчас КамАЗ Хвалится На выставках Да тем, что он скопировал двигатель Каменс И это показывается На выставке достижений Как достижения Вы что, охренели что ли? Какое это достижение Взять Скопировать Двигатель Каменс Тем более Устаревшую Конструкцию Но это жуть Вообще Жуткая И говорить Смотрите Это наше достижение Мы сделали Такой двигатель Чего вы сделали? Это все равно Что я картину Воснецова Скопирую И сейчас Назову это Каким-то прогрессом Для себя И буду себя называть Учеником Воснецова А еще хуже Воснецовым Вот это приблизительно То же самое Дурость в дурости И это показывается На выставке И изумленные Блогеры Ходят по выставке О, смотрите Облизывая Вот этот двигатель Какой хороший Двигатель КамАЗ Сделал Вы головой своей Подумайте Чего вы несете-то Что КамАЗ сделал Та же модель К5 КамАЗа 100 единиц В месяц В месяц А нужно 20 тысяч Хотя бы Выпускать Чтобы хоть как-то Насытить этот рынок Но дело-то не в этом Посмотрите Из чего собран К5 Опять же Из всех Китайских Запчастей Полностью Коробка Устанавливается Уже Фасгир Передние и задние мосты Ханьде Пневматика Китайского Производства Проводка Китайского Производства Что вы сами-то делаете Да, там некоторые умники Сейчас будут говорить о том Что Ну вот Во всем мире делается так Нет Не во всем мире делается так Посмотрите на производителей Германии Не надо По ушам Тут втирать Есть Целесообразность Экономической Безопасности А у нас Этой безопасности Нет Постольку Поскольку Заводы Фабрики Развалили Инженерно-техническую Школу Развалили Уровень подготовки Специалистов Среднего Профильного Класса Развалили Кто работать-то Будет У нас У нас только покупать Есть люди А работать Нет Людей У нас водитель Приходит на производство Первый вопрос А че тут 120 тысяч платят Да мне мало Мне надо 180 А у меня вопрос А че ты сам Из себя представляешь Сынок Ты хоть что-нибудь Умеешь Ты хоть что-нибудь Знаешь Всегда привожу пример Не так давнишней давности Каламбур Такой Не так давнишней давности Компания Бош Бош Автосервис Специалист Диагност Чтобы померить Импульс на форсунках Меряет его плоскогубцами Вы видели когда-нибудь это? Я сначала думал Что это шутка Оказывается нет Не шутка Плоскогубцы Очень удобно Так раз Раздвигаются И можно на контакты Закоротить И он мне говорит Видишь Искры нет Впереди камера на разметку Значит нет Напряжения на форсунках Я у него спросил Дяденька ты дебил? У него глаза округлились После этого Это сервис Бош Вы можете себе представить Что творится? Вы знаете уже Я раньше все смеялся Над этими явлениями Да Когда люди Не проявляют знания На работе Руководствуются Какими-то Понятиями Откуда эти понятия Выплывают? Да из того же самого Поверните налево А затем Поверните направо Вот эти люди Которые угадали ЕГЭ Они понимания не имеют О том Что такое закон Ума Как жидкость ведет себя Допустим При нагревании Что такое плотность Что такое текущее Что такое вязкость Тупливчики работают Я охреневаю Скажем так Охреневаю Над тем Что они творят У них понимания нет Вообще Не о каких Физических законах Он поставил Станок Форсунку Она отработала Показала ему Какой-то результат Он его записывает Там галочка стоит Хорошо Машина Форсунка прошла Тестовое испытание Как она прошла Анализа Никакого нет вообще И прошла ли она Потому что Плотность и вязкость Калибровочной жидкости И температура ее Она часто не совпадает С дизельным топливом По этим же параметрам Соответственно На двигателе Эта же форсунка Будет иметь Другие показатели Знаю немного Сервисных станций Где учитывают Эти Эти Параметры И все-таки Пытаются Отрегулировать Работу топливных форсунок Но это единицы Понимаете Единицы Недавний случай С диагностикой Вольво FE Двигатель С питанием Common Rail Машина прошла Достаточно Значительный пробег Под миллион Через один километр Пятьсот метров съезд Поверните направо А затем Держитесь правее Не буду рассказывать Предысторию всю Расскажу только То что Машина стала Уходить в аварийный режим Полторы тысячи Оборотов Дальше не идет Машина приехала В сервис С сервисом С сервисом Клиенты этого Познакомили Через других знакомых Машина пришла в сервис Меняют дозатор Там две насосных секции Стоит и дозатор Меняют дозатор Машина уезжает Две недели ходит Опять такая же ситуация Попадает в аварийный режим работы И все Человек доездился до такой Степени Что Он мне звонил сначала Что делать Я ему там говорил Посмотрите Возможно у вас нет Низкого давления Нашли в итоге Нашли в итоге Неисправный Насос Через 500 метров съезд Поверните направо Низкого давления А затем держитесь правее Ну там Длинная история Сейчас не буду ее все Пересказывать Это не будет смотрибельно Машина все равно Уходит в аварию Уходила до тех пор Пока не вызвали меня Вот буквально на днях Я приезжал Обнаруживается В третьем цилиндре Нерабочая форсунка Практически уже загнулась И получается провал По давлению По высокому Дозатор не справляется С регуляцией давления И соответственно Держитесь правее Попадает в ошибку Но вот эти мастера в сервисе Они понятия не имеют Как устроен Допустим ТНВД Для чего нужен дозатор Какие функции дозатор выполняет Они понимания этого не имеют Они видят О ошибка Все меняем дозатор Вот И дальше интересно Я говорю Человеку слушайте Но судя по тому Что я вижу У вас была установка форсунок А они не прописаны Они работают Не сильно корректно Ну да Говорит Их не прописывали Впереди платная дорога Я говорю Слушайте Ну вот Поставите новую форсунку Да Будьте добры Скажите Сервисменам Чтобы они это прописали Чем вы думали На машине устанавливается Новая форсунка А диагност А в обиде на то Что какие-то там Приезжали выездные специалисты Что ему не поверили Обижается И до такой степени Что я не буду К этому подключаться Автомобилю Держитесь Потому что у него неисправно Диагностическое гнездо Чего-то там Ну хорошо Предположим Ты не можешь Подключиться К этому автомобилю И чего-то там неисправно Так возьми Мультитестер Прозвони Диагностическое гнездо Коннектор Пойми Что неисправно Может быть У тебя Контакт плохой В твоем Штекерном соединении Обиди Который идет На твой Сервисный прибор А затем Через 200 метров Поверните налево Выясняется Что диагност Просто на это забил С целью Ну знаете Обиделся Такой Ах Меня тут Мне тут не поверили Вызывали какого-то Выездного специалиста Почему мне не верят Ну и так далее Не ошибается Кто-то ничего не делает Я с этим согласен Научиться-то надо Что ж вы херь-то городите Что вы разводите клиентов Клиент вместо того Чтобы поменять форсунку Поменял дозатор Какого хрена Вот таких случаев Очень много, ребята И повсеместно Идет какое-то Поверните налево Какое-то сказочное Тупорельство Разводят клиентов Причем разводят Я не знаю У меня твердой статистики Через один километр Поверните направо А затем поверните направо Твердой статистики нет Но очень часто Разводят просто по незнанию Потому что не могут Определить ошибку Я вам показывал Список и количество Оборудования С которым мы работаем Без этого оборудования Это маленькая часть Оборудования Которые я вожу повседневно Без этого оборудования Невозможно С гарантией Точно определить Что собственно происходит С автомобилем Без знаний законов физики Через 500 метров Поверните направо А затем поверните направо Без знаний законов физики Без знаний электрики Без знаний законов химии Невозможно работать И уж тем более Без понимания Устройства автомобиля Знаете Ну уже просто Просто трэш какой-то Если раньше Еще лет 5-6 тому назад Я ездил По вызову В какие-то сервисные станции Ну машина заглохла Не заводится Завести никто не может Вызывают Я копался Что-то делал И там действительно Были ребусы Интересные ребусы По содержанию По своему Углубленному пониманию Интересные были ребусы То сейчас Это преимущественно Замен предохранителей Историй масса Сервис Взял На ремонт машину МАН ТГХ Евро 6 Машина аварийная Удар Такой силы Выше Лонжеронов По кабине Что Замена кабины Нашли кабину На разборке Фактически Новую Там Кабине полгода Поставили Машина не заводится Позвонили мне Я говорю Слушайте Ну смотрите Предохранители Смотрите реле Да все посмотрели Все шоколадно Давайте мы вас вызовем Ну хорошо Давайте Ну я еду С твердой Уверенностью Что что то Напутали В подключении Кабеля Неправильно Подсоединили Ну мало ли Бывает Приезжаю Подсоединяюсь Подключаюсь К машине У меня Диагностический комплекс Не видит коробку Напрочь Коробка автомат Сканиевская Не видит напрочь Коробку Но первые мысли Какие Всегда Вся диагностика Вся диагностика Чего бы вы не делали Вся диагностика Всегда начинается С реле предохранителей Открываю Щиток Посмотреть предохранителей Начинаю смотреть предохранители А их просто нету Два предохранителя Отсутствуют Представляете На постоянное питание Я специалисту показываю Который со мной был А как так Он говорит Блин Ну проверяли Ну вот Что они проверяли Я не знаю В каком виде Они проверяли это Бывают интересные моменты Когда просто предохранитель Окислился И нет контакта Опять же Вспомните закон ОМА Как эта электрическая сеть Проверяется Ездил в почту России Там был смешной случай Загнали МАН Просто на ТО Вот МАН ТГС И он оттуда Выехать не смог С ТО Тоже неделю Наверное Прыгали То все Пятое-десятое Так ничего не поняли Решили вызвать Я приехал Посмотрел Окисленные два предохранителя Заменил на новые Машина завелась Они говорят Как так-то Я говорю Как так Закон физики знать надо Электрика Понимание Должно быть Что это такое И вот вы знаете Вот эти последние истории Говорят все о том Что В нашей отрасли Творится полный беспредел Абсолютнейший А вы думаете Водители Которые сейчас Сидят за рулем Грузовиков Они что Умеют ездить? А кто их готовит Та? ДОСЭАФ Это общество Содействие Армии и флота Добровольное общество Организовано было Во времена Еще Советского Союза Занималось Обучением Водителей Достаточно Качественно Обучали Соответственно Были курсы Повышения Квалификации На второй класс На первый И так далее Была подготовка Водителей Профессиональная подготовка С учебными пособиями С классами С хорошими преподавателями Сейчас что? Сейчас важно Чтобы ты В какой-то автошколе Оплатил Вот эти курсы Им не важно Дадут они знания Не дадут Им важно Получить эти деньги С вас Чем они успешно И занимаются И вот эти потом люди Которые сидят за рулем Вот этих вот грузовиков Они ездят по нашим дорогам Страшно 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 ехать рядом Мало того Что они Не образованные Они не культурные Они относятся Как к себе Так и к другим С точки зрения Понимания матом И через слово Ать да ать Они даже здесь Не допонимают Что Существует Такое Такое Что такое Психология Психология Это отношение Людей Друг к другу Отношение В обществе Вот В зависимости От психологии Общения Строится Отношение Людей А они Угнетая Свою Собственную Психологию Ругаясь матом Вечно выражая Какое-то Недовольство В радиостанцию Они угнетают Собственное здоровье Мало того Они еще и угнетают Здоровье других Потому что Они посылают В радиостанцию Вот это все Вот этот вот Весь негатив Отсюда Болезни Отсюда Нервяк за рулем Отсюда Поведение Неадекватное Вы посмотрите На обочинах дорог Где Есть возможность Дальнобойщикам Поставить машину И поспать Или просто Отдохнуть час Там же все Загажено Там загажено Вашими этими Бутылками С саньем Не побоюсь этого слова Там загажено Все мусором Который вы выкидываете На обочину После того Как вы поели Вам что Трудно это довести До мусорки Вы что делаете Вот То что вы бросаете На обочину Я говорил В начале ролика Да Это Это наша родина Как можно Родину Мать Засирать Вот скажите мне Это отношение К матери Такое Понимаете Вы что Охренели что ли Если вы К родине К своей Так относитесь То жизни у вас Никогда Хорошей не будет Если вы К себе Так относитесь То жизни у вас Никогда Хорошей не будет Нужно учить себя Нужно Образовывать себя Нужно Иметь понимание Что такое Взаимодействие В обществе Как оно Осуществляется А последние времена Доказывают Обратное Полный Хаос И Беспредел Хоть Бери Солдатский Ремень И по Жопе Блин Зажимай Голову Между ног И по Жопе Сейчас Скажешь А дядя Ты много На себя Берешь Нет Не много У меня сил Хватит Еще Зажать Кого Нибудь Между ног И по Жопе Потому что Это уже Надоело Я уже Больше Не могу На это Смотреть На это Хамство На этот Беспредел И так Далее В тех же Органах ИБДД Полиции Помните Как у Задорного Милиция Милые лица Полиция Пол лица Вот проще Не скажем Иногда ГИБДДшники Останавливаются Иногда ГИБДДшники Останавливают Для проверки Документов Там и так далее Очень часто С ними Разговариваю И вы знаете Что я заметил Вот у меня 38 лет стажа Водительского Стажа Профессиональные Права Стаж Профессиональный 38 лет Я сейчас Нахожусь За рулем Своего частного Автомобиля Но я выезжаю Постоянно Каждый день Ежедневно Я не считаю Себя чайником Да Я управляю Маленьким Сейчас своим Автомобилем Но я Профессионал И вот Когда Разговариваешь С сотрудником Органов В ГИБДД Неоднократно Видел У меня Папа Был Профессиональным Водителем Я Еще В детстве Ездил с ним Сбоку Так сказать На работу Ездил И неоднократно Видел Как Относились Сотрудники Милиции Как Относились Сотрудники Правопорядка Органов Правопорядка К ветеранам За рулем А сейчас Что Сейчас Сейчас Вот это Самое Стоит На дороге Оно Ничего Не понимает Оно Не понимает Своей Компетентности Он Не понимает Что Такое Уважение К людям Оно Не понимает Что Такое Уважение К водителям Она Не понимает Что Такое Уважение К самим Себе Оно Подходит У него Вот так Вот Фуражка Ничего Не Представляясь Вот Здесь Все Раз dort Это Что Форма Вы Утренний осмотр проходите у себя в подразделении, вы знаете, как это все носить? Вы знаете, как обращаться к гражданам? Вас этому учили или как? Недавно остановился для проверки, да, разговаривая с сотрудником ГИБДД, а он капитан. Ну и вот подняли этот вопрос, говорит, товарищ капитан, ну это же жуть. Он говорит, слушай, ну не все такие. Я говорю, да я знаю, что не все такие. Но что творится у вас-то? Вы посмотрите, какой-нибудь полковник, командир подразделения, блин, дача в три этажа и земельные владения такие. Думаю, что это барин. Откуда это все? Откуда деньги, Зин? То есть во главу угла поставлены не человеческие отношения, а денежные отношения. Это хорошо? Спрашивается. И я бы еще понял, да, оказание услуг за деньги, если услуги оказываются качественно у нас. Часто это все наоборот. Просто развод на бабки. И вот органы правопорядка тем более нельзя привязывать к денежным выражениям. У них нормальная человеческая зарплата должна быть, чтобы они взятки не брали. У них служба безопасности должна быть, которая следить должна за этим. И она не должна, не имеет права брать взятки. Ну, в общем, жуть. Вопросов очень много, ребят. То, что сейчас происходит с укладкой асфальта на МКАДе. Каждый год качество асфальта укладываем угон. На МКАДе хуже и хуже. Вот сейчас вот опять кладут новый асфальт. Под лозунгом мы кладем на совесть. Потому что в первой же неделе существует клея. В первой же неделе вот эти стыки, они не уравновешены горизонтально. Это все разобьется. Я не инженер-технолог по изготовлению асфальта. Я не дорожник. Я не знаю, как это делать. Но я вижу визуально, что происходит. Что это все через три месяца нахрен поотваливается. Кто-нибудь за этим следит? А вы знаете, как сейчас следят за производством работы? Делают километр асфальта, фотографируют на телефон и посылают там своему управленцу для отчета. Вот мы положили. И никто даже из кабинета не выходит и не выезжает проверить. А что они там положили? Положили ли они на совесть? Или положили как-то по-другому? Или они вообще на все кладут? Это происходит из года в год. Простите, а кто за это платит? Мы своими налогами все это оплачиваем. А почему блогеры вот эти, которые сраные за рулем ездят? Ох, я покушал! Ох, я поспал! Вы почему это не снимаете? Вы мотаетесь по стране, вы это видите в массовом количестве. От вас хрен дождешься, это делают единицы за рулем. Почему нельзя это отснять и показать, что вот здесь не так, вот здесь не эдак? Если мы будем сообща все это вместе делать, представляете, какой будет резонанс? Нет, вместо этого вот я поспал, вот я с женой, вот я колбаску ем. Что касается диагностики и диагностов, не перестаю удивляться. Вот это все братья, коллеги по цеху, можно так сказать, они работают исходя из прочтения ошибок. О, ошибка по дозатору, меняем дозатор. О, ошибка по давлению в рампе, меняем датчик давления рампы. Вы психи, что ли? Какое отношение датчик давления рампы имеет к падению давления? Очень косвенное, согласитесь? Это все проверяется даже элементарно диагностикой, если вы знаете как. Но люди делать этого не хотят, они видят ошибку, все меняем. Чего они поменяли, зачем они поменяли? Главное, что клиент за это заплатил. А толку от этого никакого, вообще ни разу. В общем, ребята, разруха колоссальная. И никто не поднимает эти вопросы. Блогеров от перевозчиков, я вижу единицы, кто поднимает эти вопросы. Не хочу сейчас перечислять, да, много там, ну может быть десятка-два я нашел в ютубе людей, которые действительно болеют за это дело, действительно показывают плохие дороги, действительно показывают какое-то отношение, какое отношение сейчас к перевозчикам в сервисных станциях, действительно показывают какое отношение сотрудников ГИБДД к водителям и так далее. Не перестаю удивляться Денису Фомино. Денис Фомин, моя история. Ребят, посмотрите, пожалуйста. Он всегда показывает, как он ремонтирует, что он объясняет, как это делается, какие ключи нужны, какие приспособления и так далее. Но ведь никто его не смотрит, потому что нахрен это никому не надо. Всем интересно, сколько стоит машина, которую продают. А вот как ее починить, никому не интересно. А мужик с руками, а мужик это делает для вас. Вот действительно мужик с большой буквы М. С руками парень. Он не только гвоздь в стенку забьет, он машину починит. Да-да, ему что угодно починить, он и это починит. Он нормальный мужик с Рязани такой. Хваткий, с нормальным пониманием. Но почему-то всех интересует, где что продается. И никому не надо никакие знания по ремонту автомобильной техники. Это говорит о том, что в обществе процветает потреблятство. В обществе процветают потребительские отношения между друг другом. То есть фактически общества нет. Есть индивидуумы, которых со школы обучают, ты должен быть успешным. Ты должен быть успешным любой ценой. Смотрите, что творят эти менеджеры. Им же насрать, через кого переступать. Лишь бы заполучить себе должность и зарплату. Поведение именно такое. Они вообще не понимают в упор, что такое человек. У нас было в компании Danone один такой менеджер. А я бывший сотрудник компании Danone. Все вы знаете, я вам неоднократно про это рассказывал. У нас был менеджер в торговом отделе, который проводил собеседование в таком экстремальном стиле, фактически оскорбляя того, кого он собеседует, интервьюрует. И он это считал за норму. Ну, типа, а что он должен психологически быть устойчивым? Я говорю, слушай, друг, вот есть грань понимания между оскорблениями и созданием психологической ситуации, чтобы посмотреть, насколько человек устойчив. Но вот то, что ты делаешь, это оскорбление. И очень хотелось съездить ему просто по роже после этого. За всех тех людей, которые он интервьюрул. И эти люди управляют людьми. Вы понимаете? То есть он вообще представления не имеет, что такое человек, что такое достоинство человеческое, да? Мужское достоинство. И он такими вещами занимается. Не знаю сейчас, где он работает, а работает ли он вообще, но это, конечно, трэш. Те же самые платные дороги. Вот я сейчас еду под скат. Да, дорога неплохая. Да, двухполосная, но она скоростная. В принципе, качество дороги устраивает. Все более-менее. Указатели, развязки, стоянки для того, чтобы передохнуть. В принципе, все неплохо. Но вопрос, а почему мы по своей земле должны передвигаться за деньги? Кто так решил? Это наша земля, это родина наша. Почему мы по своей родине должны передвигаться за деньги? Исходя из чего это делается? То есть для того, чтобы кто-то набил карман. Больше не для чего. Вообще не для чего. Мотивируется это, как мы делаем для вас. Скоростное шоссе, чтобы вы побыстрее передвигались со всеми удобствами. Хорошо. Тогда у меня вопрос. А почему обыкновенную дорогу так нельзя сделать? Почему обыкновенная дорога всегда в таком состоянии, что туши свет? Это что за отношение такое? То есть за деньги можно более-менее сделать все. А бесплатно хрен бы с ней, да? То есть получается, что отношение только за деньги. По-другому не будет. Город Покров. Как не было асфальта, так и нет. До Покрова буквально на въезде в город что-то сделали. А здесь просто трэш какой-то. Вот интересно. На что рассчитывают власти? На то, что люди будут благодарить их за эту дорогу? Или властей здесь нет? Я не думаю, что властей здесь нет. Я думаю, что они здесь есть. А почему тогда они не выполняют свои обязанности? Кто следить за этой дорогой будет? Это направление, ребята, шоссе на Владимир. Трасса федерального значения. В городе Покрове всегда такой бардак с асфальтом. Я буквально видел редкие случаи, когда его пытались реанимировать. Но ведь он опять такой же. Это говорит о том, что вот эта вся реанимация сделана не руками. Кто за это должен нести ответственность? Скажите мне, пожалуйста. Свернул на южный обход Владимира. Дорога на Владимир-Муром. Посмотрим за качеством. Здесь тоже систематически бывают такие жуткие пробки. И особенно через мосты, когда эту дорогу сделали, здесь простое были, ну, гигантские в пробках. Посмотрим, что сейчас там происходит. Называется японская дорога. То яма, то канава. Вот приблизительно так. На самом деле, вот такое дорожное покрытие приводит или усугубляет ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями. В том числе и со смертельными исходами. И нередко, попадая в ямку, взрываются колеса. Машину удержать на дороге становится сложнее. Вообще, ну, что творится, видите. Вообще удержать машину при взрыве колеса очень сложно. Особенно переднего. Это нужно быть хорошим мастером. Откуда взяться мастерству, если права выдают тоже за деньги? Да, ну, состояние, конечно, дорожного покрытия жопа жопная. Вот с правой стороны шел поворот с указателем моста строй. Город Владимира. Мосты, конечно, построены. Но покрытие асфальтовое на этих мостах. Оставляет желать лучшего, если не сказать по-другому. Ну, что это такое? И вот эту дорогу тоже ежегодно ремонтируют. Каждые, наверное, полгода всаживают сюда деньги, а качества никакого. Ну, вы видите, что делается? Но зато с правой стороны вы видите заборчик платного шоссе. Вот на платнике все хорошо. И, видимо, такими вот действиями, вот с таким покрытием дороги, нас вынуждают ездить по платному шоссе. Но по-другому я это не могу расценить. Вот это вот безобразие, которое здесь происходит. Ну, что это такое? Это трэш какой-то. Вот вам, пожалуйста, 182-й километр объездной дороги, южный обход Владимира. Стоим, пробка, через мост. Все время, каждый год одно и то же. Всегда повторяется. Что бы ни было, как бы ни было, всегда пробки, всегда чинят эту дорогу, и всегда чинят эти мосты. У меня вопрос, а сделать можно раз и на 10 лет? Или это невозможно? Если это невозможно, тогда таких рукожопов надо сажать за то, что они используют денежки, скорее всего, бюджетные, а дороги находятся в плохом состоянии. Согласитесь, правда ведь? Посмотрим, что здесь с мостом случилось. Речка, ребята, Клязьма. Через речку Клязьму идет строительство моста по южному обходу города Владимира. Видите? Бедняга мост. Вот так это все и выглядит. Вот все перегорожено, все поизрыто. Это я вижу. Но не видно здесь рабочих почему-то. Не видно, что какие-то ремонтные работы проводятся. Нет, есть, ребята. Трое в касках, видите, сидят. Что-то делают. Три человека на мосту. Вот так это все и выглядит. Ну и пробка тоже такая некислая собралась в противоположном направлении на Москву. Ну а как иначе? У нас тут всегда так. Видите, что творится? Вот так людей вынуждают вставать в пробки и простаивать длительное время. Абсолютно не беспокоясь о том, что люди выполняют свою работу, люди передвигаются по дорогам общего пользования и времени у них для простоя в пробках, конечно же, нет. Да это и неприятно, в общем-то. Попасть в пробку за собственные деньги, которые ты перечисляешь в бюджет. Согласитесь? Видите, что происходит? Что могу сказать по поводу машинки, которую я смотрел. Scania G440 во Владимире продают, ребята, перекупы. Знаете, что вот хочется всегда отметить? В регионах перекупы другие. Они более человечные, они более нормально общаются. Они без этих московских понтов, когда пальцы веером. Хотя у нас сейчас последнее время перекупы даже в Москве предельно нормально общаются. Это не площадки, я имею в виду сейчас, это перекупы. Предельно нормально общаются. Прошли те времена, когда можно было обманывать. Вот. Но в регионах все-таки общение более простое. Ну, правда, с машиной не сложилось. Машина здорово сапунит. Попадает жидкость, наверное, охлаждающая в масло. Машина просто трэш сапунит. Даже сам перекупы говорят, да не было такого. Поедем сейчас в сервис, делать нечего. Вот. Но, тем не менее, да, все-таки региональные перекупы, они гораздо проще, они гораздо лучше, и с ними приятнее общаться. Вот если честно. Был у меня такой подобный опыт в Питере. Очень хороший был молодой человек, тоже перекуп в Питере. Очень хорошо общался, прям, ну, вот. И машины были подготовлены на уран. Он, правда, немножко другими вещами занимался. Он брал аварийную технику, гонял в Финляндию на ремонт, и оттуда уже с разборки, там, если нужно, ставил двигателя. Здесь это все декларировал, оформлял правильно. То есть получался такой законный конструктор. Вот. Но техника была неплохая, надо признать, при этом, при всем. Поэтому вот в регионах все-таки народ попроще, как-то вот поконтрастнее относительно Москвы. Работать с таким народом поприятнее. Поэтому, ребята, всем региональщикам, продавцам, все-таки могу сказать, что у нас в Москве народ гораздо изощреннее, чем у вас в регионах. речка Клязьма. Смотрите, кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, с правой стороны город Владимир. Памятник старины внесен в список ЮНЕСКО. Видите, красота, просто обалдеть. Глаз не отвести, ребята. Да чё ж красивый город. Да чё ж у нас красивые русские города. Просто прелесть. Река Клязьма. Красота. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова